Добрый день, уважаемые любители шахмат! С вами Владимир Добров. И сегодня мы разбираем с вами 9 и 10 партию матча на первенство мира. В 9 партии Магнус Карлсон играл белым цветом. И, как и в 4 партии матча, применил английское начало. Обе стороны шли по известным тропам. А именно, опять-таки, был разыгран вариант со слон Ц5. И в известной уже позиции Магнус решил сделать ход слон Ж5. Ход возможный, ход достаточно идейный. Основная идея раскрывается после хода Ф6. В этом случае белые играют ФБ3 и получают определенное давление. Но Карлона сыграл более просто, более солидно, более надежно. Конь БЦ3, БЦ, Ф6. И Магнус отошел слоном на Ц1. В результате, чего можно констатировать, что по большому счету белые разыграли дебют без каких-либо претензий. И обыграть претендента в такой крепкой и надежной позиции достаточно непростое занятие. Последовали натуральные, опять-таки, естественные ходы. Слон Е6, слон Б2, слон Б6. Обе стороны укрепляются. Д4. Таким образом белые устанавливают клин. Слон Д5. Ферзь С2. Одна из идей сыграть Е4. Поэтому черные сыграли ЕД, СД. Напали на ферзя. Ферзь Б3. Опять-таки, Гарде, как говорят в таких случаях. Ферзь Д1. Магнус таким образом, по сути дела, показывает, что он отклоняется от повторения. Однако у черных здесь масса крепких ходов. То есть могут они сыграть и Ферзь Д7. В этом случае белые, скорее всего, ставили бы пешку на Е3. Ну и борьба бы продолжалась. И говоря о каком-либо перевесе, конечно, достаточно сложно. То есть говорить, так как у черных позиций без слабости. И по большому счету это лишь символично. Итак, последовал достаточно неожиданный для многих ход слон БТФ3. Отдается очень сильный слон. И для многих во время трансляции в прямом эфире ход явился просто шокирующим. Магнус здесь задумался. Были варианты сразу взять на Ф3. И, соответственно, ход, который последовал в партии. Ферзь Б3, король Х8, слон БТФ3, конь БТФ4. И, по сути дела, после форсированного слона Д4, ферзь Д4, Е3, ферзь Е5, слон БТФ7. Возникла позиция с разноцветными слонами, разнопольными слонами. В тяжелом фигурном окончании. Ладья Д8, ладья Д1. Позиция, можно сказать, следующая, что она достаточно неприятная для черных, так как слон чернопольный ограничен пешкой Е3. И большинство на королевском фланге определенная идея имеет организовать атакующие действия в отношении визави. Стоит отметить, что с той пешкой, скажем, на Ц5 позиция была бы крайне тяжелой для черных, так как слон был бы вне игры и белые спокойно бы продолжали наращивать давление. Но здесь слон на Б6 достаточно крепкий. Идея в том, что черную пешку на Ц7, естественно, никуда не будут двигать, а могут просто стоять и устраивать крепость. То есть, таким образом, Каруана показал, что он готов отстаивать чуть худшие окончания. В очередной раз мы видим, что он не боится идти на подобные позиции. И, по большому счету, Магнус, который находится далеко не в лучших кондициях сейчас, можно тоже констатировать, что многого здесь не добился. Так как, будь он в хорошей форме, я полагаю, что поставил бы немало проблем перед любым игроком мира. Итак, последовал ход Ферзь Е7, Х4, достаточно разумное продолжение, Ж6. И последовал достаточно, ну, я бы сказал, неожиданный ход Х5. Опять-таки, в любой другой ситуации, пожалуй, Король Ж2, самый напрашивающийся ход в этой позиции. Затем белые могут устанавливать слона как на Д5, так и думать о ходе Х5. Также идея с ходом ладья Х1 после Х5. То есть, определенная поддержка к ходу Х5 была необходима. Но Магнус решил пойти Х5 и, пожалуй, неожиданно, а может быть и не то, что неожиданно для него, последовал ход ЖЖ. Полагаю, что, в принципе, он рассматривал данную возможность, естественно, но не придал особо прям-таки серьезного значения, потому как на вид пешки разбиваются, и Король Черных может оказаться еще слабее. Однако, у Черных появляется ресурс, связанный с ходом Х5 и вскрытием Королевского Панциря ходом Х4. Поэтому здесь ЖЖ, в общем-то, такой достаточно алмазный ход. После Ферзь С4, то есть Магнус таким образом блокирует движение пешки Х, Коруана ответил Ф5. Опять-таки, возобновляю идею с ходом Х4. И вот здесь, в этой позиции, у белых последний шанс заключался в ходе слона Д5. Ход достаточно интересный, сейчас я попытаюсь рассказать, в чем его идея, но забегая вперед, значит, в партии продолжил, партия продолжил в следующем. Слон Ф3 и после Х4 последовали размены, вскрытие Короля, и Черные просто-напросто укрепили позицию таким вот образом. Продвижение какое-либо здесь крайне затруднительно, поэтому вот последовали следующие еще размены. Мы видим, ушли ладьи с доски и ушли пешки, то есть осталось практически ничего на доске. И после разменов случилась данная позиция. Итак, возвращаясь к моменту, где у белых был ресурс слон Д5. Пожалуй, это у нас получается 27-й ход. Идея хода слона Д5 заключалась в том, что белая организует профилактику, определенную профилактику, так как на Х4 последует очень хороший и очень сильный ход слона Ф7. Идея атакована ладья, и в случае, скажем, ее отхода на Ф8, Черные вообще получают большие проблемы после Ф3, позиции неожиданно проиграна. В любом другом случае у Черных действительно есть неприятности. То есть здесь уже лучшим считается меняться на Д1, играть Ф4, но это уже сложные игры. Так, значит, так не последовало. Да, и вторая идея была в том, что напрашивается ход Ф5, централизующий Ферзя, но в этом случае белые могут организовать очень интересную идею. Король Ж2 и на Х4 сыграть ладья Х1. Основная идея его в том, что после ХЖ следует колоссальный совершенно удар ладья Б8Х7. И на король Х7 не менее колоссальный ход слон Ж8. Вот такая вот комбинация неожиданная. Идея в том, что после ладья Ж8 Ферзь Ф7 возникает проблема у короля. Он просто получает натуральный мат. Как в случае ладья Ж7, ладья Х1, так и в случае короля Х6 ладья подключается с поля Х1. Удивительная позиция, но действительно такой вот ресурс у белых был. Хорошо, мы переходим к следующей партии. И следующая партия уже Фабиано играл белыми. Напомню, что в восьмой партии матча Круана был как никогда близок к решающему перевесу, к большой победе. Однако это не случилось. И был интересный вопрос, что же произойдет в следующей черной партии чемпиона. Чемпион опять-таки разыграл конь С6. Таким образом, тоже поверг многих болельщиков и экспертов в определенное недоумение. Все ожидали уже Е5, потому как складывалась восьмая партия, с учетом ситуации, далеко не каждому нравилось. Но принципиальности чемпионам не отнимать. Поэтому последовал опять-таки тот же самый вариант, связанный с конь Д5. И опять-таки все шло по уже известным канонам. И в этой позиции Круана применил новый достаточный ход Б4. Но Магнус отреагировал А6 и А5. То есть тоже достаточно интересно, стратегически приобретая определенные поля. И после форсированных движений. Ф5, А5, Ф4, слон Б6. Возникла крайне острая борьба. То есть, пожалуй, по накалу одна из лучших партий пока в этом матче по уровню. И ладья А3. Полагаю, что ход ладья А3 явился достаточно большой неточностью. Так как ход, в принципе, достаточно типовой для таких структур. Но гораздо полезнее был ход ладья Е8. Для того, чтобы избежать давления с ходами Е4. То есть белые заранее готовят укрепляющие ходы. То есть и стоят все-таки чуть приятнее. Но здесь достаточно интересная позиция. У черных свои козыри. То есть, прежде всего, это связано с движением пешечной пары ЕФ. А у белых, соответственно, тоже есть определенные виды на пешку Д6. И на определенное развитие черных. Так как все-таки фигуры пока завязли. Ну, играть черными, в принципе, тоже достаточно легко. То есть ферзь через Е8, естественно, перебрался на Ж6. Слон С7. Е4. Пара пошла. Король Аш1. Правильный ход. Б5. Ход для многих оказался неожиданностью. Основная дива в том, что после АБ Черных играет Ладья Бет А3, Конь Бет А3 и Ф3. Таким образом, перехватывая инициативу на века, позиция может крайне опасной оказаться после, скажем, Конь Е5. Или Конь Е5 даже сразу. Это еще сильнее. Таким образом, определенное вскрытие позиции могло состояться. Ну, естественно, Круана был более аккуратен. И после Б5 Конь Б6, Конь Бет Б6, Слон Бет Б6. Черные сыграли Ферзь Ж5. Это, пожалуй, была единственная неточность в этой партии, которая не бросается в глаза. Здесь у черных был сильный ход Б4. И позиция была крайне острой. Не знаю, как бы продолжилась партия. Может быть Ладья Б3, может быть Ладья А4. Ну, так или иначе, черные могли бы попытаться перебросить Слона в район поле С3. Сохраняя возможности вскрытия ходом Ф3. И результат партии был бы далеко не ясен. Но вместо этого Магнус пошел в Ферзь Ж5. И давал возможность Круане съесть пешку на Б5. Как признался потом Карлсон, он свою позицию считал не... Либо он матует, либо у него все плохо. Но Карлона Слона Б5 не сыграл. И полагаю, что зря. Но сыграл более аккуратно Ж3. И после Б4 позиция уже у черных опять-таки в зоне комфорта. Ладья Б3. Слон Х3. Можно было попытаться еще двигать позицию после Ф3. Слон Б5. Позиция становилась совершенно неясной. Как я знаю, Анант предлагал идеи с идеей перевода Млади. Пытаться поставить мат. Но все это напрасно. Пешка на Е4 тоже достаточно опасна. Так. Последовал ход Слон Х3. И после Ладья Ж1, Ф3, Слон Ф1. Возникла тоже крайне серьезная позиция. Но в ней Магнус решил немножечко сыграть понадежнее. А именно, разменял пешки как Д на Б. И попытался запустить в центр. Но после Ладья Б5, Слон Д8 возникли массовые размены. И после Ф3, Ф4, Ладья Б2, Ладья Б7. По сути дела возник равный Эншпиль. В котором у черных какие-то определенные идеи есть с движением пешек в центре. Но все достаточно быстро закончилось. Последовали размены. Можно отметить, что Эншпиль, ну скажем, если неопытный шахматист играет, может очень быстро проиграть. Причем обоими цветами. Но здесь все-таки играют серьезные люди. И мы видим, что после вот этих вот движений, по сути дела, ничего не произошло. Последнее, что можно отметить, что черный Магнус решил сыграть на победу ходом Король Д4. Но после Ладья Б5 понял, что пора всем трубить отбой. Ну и получился форсированный переход в Ладьи 3 на 2. При котором, по сути дела, шансов на победу на высоком уровне просто ноль. Вот таким вот образом закончилась эта партия. Очень интересно осталось посмотреть, что будет в последних двух партиях. И полагаю, что мы будем свидетелями либо какой-то драматичной развязки, либо достаточно интересных партий в Рапид. Все, я думаю, ожидают Рапид. Все-таки хотелось бы посмотреть на это действие чуть больше, чуть дольше. Ну и на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Играйте в шахматы. С вами был Владимир Добров. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok